Музыка Здравствуйте, мои дорогие коллеги садоводных! Вот не знаю, куда сегодня бежать. И на вопросы по теплице ответить нужно, и на вопросы по площадке вы много задаете, но все-таки решила остановиться у концветущего, замечательного пустарника. Такой чудесный спири серый, сорта Крэп Шейл. Потому что, когда выложила фотографии со своего участка, вопросов было очень много. Что это за пустарник, и как правильно за ним ухаживать, и почему он вдруг не цветет. Давайте коротеньчески сегодня разберемся с причинами. Во-первых, замечательный декоративный пустарник. Это многолетний пустарник, который будет долгожителем в вашем саду. Его можно выращивать. Как солитерное растение, то есть это будет таким ярким акцентом. Либо можно делать такую живую невысокую пизборть, то есть это тоже будет очень и очень красиво, изысканно. Вот здесь у меня представлено несколько пустарников. Ну, что-то, 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 ничего. Мы с вами как-то говорим, мы справимся. Вот этот замечательный пустарник, здесь он цветет. Цветет красиво, но поскольку в контейнере для корня площадь маленькая, питание маленькое, поэтому цветение такое, я бы сказала, жиденькое. Такое вот не очень пышное обилие. Ну, вообще, вот потом мы поближе снимем, вы, наверное, уже видите. Есть спиреи нескольких веков. Спиреи, которые весенне цветущие, это в основном белые. Есть спиреи, редне цветущие, мы о них тоже поговорим. Вот в данном случае спиреи в серых гравшинь, она цветет только весной. Потом просто будет очень красиво, вот такая пушистая зелень, красивая пустарничка. Уход за этим растением минимальный. Во всяком случае, я подкармливаю только удобрением для декоративных пустарников, либо универсальный пустарник, но стараюсь братьшим удобрение, чтобы оно подходило весной, питание доходило кормить. Единственное, что я еще делаю, это обрезку. Вот теперь смотрите, внимание, обрезку спиреи, вот именно вот это спиреи, делать нужно сразу после цветения. Осенью уже обрезку в середине лета делать нельзя. Если мы с вами порежем этот пустарник, то он у нас весной не зацветет. Поэтому обрезку, если вам нужна обрезка, то делайте сразу после того, как этот пустарник отцвет. Это обязательно правило. А вот летнюю спирею можно стричь в любое время. Отцвела, подстричь, она по новой зацветет. Вы тоже это с вами не зацветите. Обрезка нужна какая спиреи? Это омолашившая сомитарная, сомитарная, сомитарная. Но формирующую обрезку спиреи, сомитарную вешеную я не делаю. Обрезку спиреи я делаю, но омолашивающую. И санитарную весну. Именно вешеную весну, потому что сзади мы смотрим, какие вот веточки не пошли. Вот смотрите, вот такие веточки, они совсем сухие, они вот даже рукой отрываются. Они уже никакой национальной нагрузке не несут, просто отцветить не дают. Просто я дожидаюсь, когда уже все листочки распустятся, и обрезаю, чтобы было красиво. Дальше что делать? Если куст уже старый, такой прям вот совсем старый, то вырезаем старые ветки. Но это когда уже кустам по 7-8 метров. Вы просто посмотрите, чтобы куст не был очень заглушен. Чтобы растение, чтобы все это не заметили. Тем более такой роскошный кустарник, как спиреи, его тоже загущать не хочется. И пока вот о спиреи рассказываю, но не могу вам не показать, какая красота у меня за спиной. Посмотрите, какой роскошный кустарник. Я просто вот не могу голос от него отпустить. А вы знаете, что это такое? Вообще это дёрен. Это красавец дёрен. Мой дёрен в масштабе. Посмотрите, какая красота. Это я просто пока стояла-стояла, просто не могу вам не сказать. Конечно, отправить посылку в дальние регионы мы не сможем, но купить у нас здесь в садовом церкви вы безусловно это сможете. Вот такого роскошного красавца, который теперь ещё и цветёт. Вот такой дёрен. Потому что в основном дёрен в масштабе растут красавицы, а это делает дёрен. Но возвращаясь к спиреи. Итак, вот эта красавица в нашем садовом церкви стоит всего нас 350 рублей. Горшки достаточно большие. Вот, чтобы поднять, посмотрите, какое замечательное растение. Спирея серая грифшер. Вот такой большой горшок и стоит всего 350 рублей. То есть за минимальные деньги мы получаем в саду роскошного красавца, который будет бриллиантом на газоне. Вот рядом с газоном. Или сделать можно вот такую, я уже сказала, декоративную изготовку. Ну что же, если вам интересны кустарники спиреи и вообще группа декоративных кустарников, то выбор, конечно же, это ваш. Я вам желаю хорошего настроения. Безусловно, чтобы ваши близкие всегда были с вами рядом. Наслаждайтесь хорошей погодой. Наслаждайтесь ароматным чаем с мятой, с милисой. Пользуйтесь тем, что даёт нам с вами земля и природа. Всего вам хорошего. До новых встреч.